Сегодня мы предлагаем для обсуждения достаточно сложную, но в то же время очень необходимую тему «Избирательная система Абхазии. Проблемы и перспективы развития». Вы знаете, мы не случайно пришли к теме сегодняшнего мероприятия, поскольку в ходе всей нашей исследовательской работы мы заметили, что большая часть проблем, которые существуют в нашей стране, она связана с законотворчеством, она связана с несовершенством законодательства. И сегодня для нас очень важно понимать, куда мы идем, какие у нас существуют проблемы, и в первую очередь проблемы, связанные с несовершенством законодательства, в частности, вот с избирательной системой. Задача нашего круглого стола, как я вижу, это обменяться мнениями, впечатлениями у специалистов, у экспертов, с тем, чтобы потом мы могли бы определить вообще, каковы могут быть и должны быть наши дальнейшие действия в этом направлении. Тогда избирателю приходилось лишь голосовать. Отбор кандидата происходил в высших партийных органах. Правда, процедурно сам отбор происходил довольно строго и продуманно. Трудно было случайно, меморально и профессионально некомпетентным людям пробраться в высшие органы государственной власти. И самое главное, депутат, да и любое должностное лицо хорошо знал свою служебную функцию, обязанности и нес ответственность за их качественное выполнение перед своими избирателями и обществом в целом. С образованным суверенной абхазской государственности перед нами возникла возможность самим формировать кадрами органов государственной власти и управления. На что возлагались большие надежды. Формально выборный процесс теперь так и происходит. Мы уже не только голосуем, но выбираем. Активно и непосредственно участвуем в смене государственной власти и управления. Это значит, мы, избиратели, несем ответственность за качество осуществления государственной власти и управления в стране. Но готовы ли мы, избиратели, нести такую ответственность? Как показывает избирательная практика, нести такую ответственность мы еще не готовы. Причем за это винить среднего избирателя тоже не приходится. Он не только не знает, но и знать не может, что собой представляет институт государственности, его роль в жизни общества и какие люди в нем должны работать. В лучшем случае он знает, что сегодня мы строим независимо от Грузии государство. Но какое общество при этом должно формироваться, наши избиратели представления не имеют. Хотя Конституция достаточно четко определяет его роль в жизни государства, статья 2, но и не только 2. Его права и полномочия, но нет механизма в их реализации ни в законодательстве, ни на практике. Можно сказать, что в известной степени он как бы отстранен от политической жизни общества, и его потенциал остается сполна нереализованным. У него нет достаточно осознанных ценностных ориентиров, социального образа будущего, который мог бы манить его к себе. Ему приходится жить не столько интересами общества, государства, сколько узкогрупповыми интересами. Таких структур организаций, которые могли бы вовлекать избирателя в политическую жизнь страны, формировать его политическое сознание и ориентировать в лучшее будущее, чтобы он мог осознанно и ответственно участвовать в избирательном процессе, в обществе еще не образовались существующие политические организации, партии. Как правило, формируются на базе не общих, а опять-таки узкокорпоративных, узкогрупповых интересов и не отвечают предъявляемым им требованиям. Нет у них команд и понятных обществу программ их действия. Между тем, они сотрясают жизнь общества. Питаясь как-то объяснить их, мы часто лукавим и начинаем указывать на изъяне действующего избирательного законодательства. Несомненно, наше законодательство далеко от совершенства, и его надо приводить в соответствии с требованиями текущих реалей. Но куда легче и проще устранить имеющиеся в законодательстве изъяне, чем научить избирателя действовать по нормам закона? Ведь в законе не прописано, что избирательные голоса можно продавать и покупать. То при такой избирательной практике трудно рассчитывать на успех в сменяемости власти и улучшении качества государственного управления обществом. Сама эта практика давно уже показывает свою ущербность и необходимость перехода к новой избирательной практике. Но переход к новой избирательной системе, как мне представляется, не может быть осуществлен формальным способом. Об этом говорят, в частности, и те попытки, которые ранее предпринимались руководством страны, но не дали желаемого результата. Все эти попытки страдают, на мой взгляд, одним существенным недостатком. Авторы их пытаются внести лишь технические поправки в действующий закон, когда речь может и должна идти о существенном изменении самого закона. Чтобы выполнить такую работу исполнителям, необходимо определить прежде всего цель данного проекта, методологическую базу его, задачи, которые призваны решать закон и другие. Нетрудно понять, что целью данного закона может быть обеспечение органов власти и управления кадрами, способными и готовыми управлять обществом по выполнению государственной программы социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу. Именно выполнение такой программы может и должно быть краеугольным камнем закона. Простая смена одних руководящих работников на других, как это происходит у нас, желаемого эффекта не дает. Требования закона должны быть более жесткими и четче определенными. Он должен быть нацелен на обеспечение пропорционального представительства основных слоев населения Абхазии, как в местных органах, так и в высшие органы государственной власти и управления, чтобы служить обеспечению стабильности и единства общества. На самом деле это всего лишь идея, концепция-то идея, идея хоть каким-то образом внести какие-то, может, какие-то, не знаю, коррективы, элементы, что ли, в ту систему избирательную, которая у нас все-таки есть. Она у нас есть. Она же есть, мы же по ней живем, живем все, весь этот период, да. В обществе с разных, так сказать, уголков там всякие, все стараются критиковать эту систему. Конечно же, и у меня лично, и, так сказать, у секретаря Совета Безопасности, да и у политиков, да, есть по поводу избирательной системы свои мнения, как она должна, вообще-то, какова она должна быть в нашей стране. Конечно, мы в пример берем и другие страны. Да, смотрим, какой пример там. Но, еще раз, у нас свой есть пример тоже. Мы тоже каким-то опытом уже обладаем. Некоторые элементы, они же интересные, они, скажем так, нами были придуманы, выстраданы, мы через себя пропустили, и эти элементы нужно оставлять. Конечно же, хочется, чтобы избирательная система работала таким образом, чтобы мы могли формировать органы власти, и при формировании, главный такой тезис, это эффективность этих органов власти. Законодательная власть, она как бы отдельно формируется, исполнительная власть формируется отдельно, друг от друга независимо. И мы, когда все-таки изучали эти материалы, раз, второе, приходили к каким-то выводам, и в конце концов считаем, что нужно эту систему немного поменять. Еще раз говорю, только немного, не кардинально, чтобы нам формировать власть, и хочется, чтобы эта власть, мы говорим, что ветви власти независимы, но в любом случае нам хочется, чтобы эти власти, друг друга, скажем так, какой-то баланс этих ветвей власти был. Сегодня есть мнение в нашем обществе, что баланс в сторону исполнительной власти как бы накрынен. Поэтому вот как бы выровнять, что ли. И один из вариантов – это поменять избирательную систему от просто мажоритарной системы, добавить туда еще хотя бы элемент участия организаций, которые вообще, по сути, должны заниматься политикой всегда, то есть политических партий. Выдвигать кандидатов – это не означает, что иметь места в этом законодательном органе. Сразу нужно определиться, это всего лишь просто выдвигать, как группа избирателей. Поэтому идея такая, чтобы и партии также имели свои места в законодательном органе власти. Как отдельно мажоритарии имеют свои места, еще раз говорю, я подчеркиваю, свои места. Не просто как выдвигают, а свои места имеют в этом законодательном органе. Это самая главная идея, которая прослеживается в этой концепции. Теперь как это сделать? Если мы сможем к этому прийти, то уже нужно будет думать, каким образом внутри, допустим, будут распределяться эти мандаты. То есть от партии отдельные места, от мажоритариев отдельные места. Это уже опять же зависит от того, как законодатель к этому отнесется. Есть идеи, чтобы было поровну, как это, например, сегодня в Российской Федерации. Есть идеи, чтобы больше все-таки было на стороне партии. То есть количество партийных мандатов, чисто партийных, было больше, чем количество мажоритарных мандатов. Понимаете, такое тоже есть. Мы занимаемся выборами, формируем эти округа в стране решением ЦИКа. То есть у нас мандаты определяются решением Центральной избирательной комиссии. Есть идея, чтобы эти округа утверждались уже законом. Это наш опыт. То есть как вот наш опыт показывает о том, что вот разбивка округов по регионам – это интересный элемент. Его нужно оставлять. Такой практики в мире, скорее всего, нет. Но мы так живем. Мы считаем, что надо вот эту практику оставлять. Этот принцип, он решает вопросы и в том числе вопросы безопасности. Когда начнутся изменения эти, когда начнутся эти реформы, вопрос только остается открытым. Тем более, что мы как понимаем уже из даже комментариев действующих юристов парламента Республики Абхазия, что к будущим парламентским выборам, то есть в марте 2022 года, никаких изменений. Я могу возразить здесь. Не-не-не-не, не так. Почему вы говорите так? Кто озвучил такое мнение? Депутаты озвучили? Юристы парламента? Своё мнение могут высказать. Они знают, как 35 депутатов думают. Я знаю, что есть проект уже изменений. У некоторых депутатов имеются проекты изменений в это законодательство. Вообще совершенно новые. И они... И практически мы успеваем? Конечно успеваем. Конечно. Мы же на нашей практике видели, когда, допустим, выборы на носу, и мы изменения вносили. А сегодня, посмотрите, сколько времени. Мы к каждым выборам, подойдя к каждым выборам, начинаем в пожарном порядке пытаться что-то сделать. Я не нас имею в виду, я имею в виду власть. Да. К сожалению. Но, как правило, это всё носит технические, вот то, о чём вы сказали, технические какие-то такие моменты. Да, на самом деле, кстати, в отношении технических поправок у нас немало их было внесено. Ну и они действительно облегчают и где-то направлены на совершенство процедуры выборов. Но дело в том, что вопрос-то стоит гораздо шире. Логика нормального политического процесса говорит о том, что представительный орган власти должен состоять из людей, которые представляют широкие круги, социальные круги населения. Наши люди представляют кого угодно, своих родственников, экономические группы какие-то, интересов и так далее. Но не избиратели, не граждан страны. Наш избиратель, наш гражданин, он тонко чувствует о том, что политические партии не обладают реальным весом. Они не решают никакие вопросы. А гражданин не должен разбираться во всех тонкостях, но он должен чувствовать центр силы. Мы должны коренным образом перелопатить закон о политических партиях, предусмотреть серьезные полномочия, в том числе и финансовые ресурсы. Наверняка вначале надо будет, чтобы государство эти вопросы взяло на себя, хотя бы отчасти. Но и жесткую ответственность политических партий. Во многих странах, кстати, за неучастие в политическом процессе более двух выборов политические партии закрывают. Потому что их главное предназначение – это участие в политическом процессе. А если они два электоральных цикла пропускают, тогда задается вопрос, а для чего они существуют? Видимо, для каких-то других целей. Даже если мы сегодня поменяем, мы должны понять, что человек – это социальное существо, но его политические убеждения, его какие-то навыки, они за один день не меняются. Нам как минимум надо пройти два электоральных цикла для того, чтобы воспитать ответственного гражданина, для того, чтобы человек начал реагировать на политическую идею, а не на родственника, который находится в той или иной политическом объединении. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. У нас многие политики в период избирательной кампании или накануне избирательной кампании начинают апеллировать и начинают искать поддержку в так называемых национальных общинах. Мне это практика, и мне кажется, что этот путь неправильный, что этот путь заведет нас куда угодно, но не к желаемому результату. Мы должны поставить дело так, чтобы в наш общий политический процесс вовлекать представителей всех национальностей, а не пытаться во время избирательной кампании заручиться поддержкой армянской общины, русской общины или какой угодно другой общины. Это неправильно. Мы не воспитаем никакого гражданина таким образом. Мы будем отторгать вот таким принципом, на мой взгляд, может быть кто-то не согласится, мы отторгаем людей друг от друга. Нам надо воспитывать у людей общие праздники и общие проблемы, ощущения этого. Поэтому, когда говорят, и вот я знаю, что планировалось, так сказать, обсуждение проблематики, связанное с квотированием, я бы очень осторожно, я бы даже сказал, я с опаской к этому отношусь, лично я, то, что говорят, на самом деле практика международная такая есть. Такая практика, на мой взгляд, она вызвана какой-то острой необходимостью. Мы можем эти вопросы решить до избирательной системы, обязав те же самые политические партии третьим номером, третьим по списку, если у нас будет пропорциональная система, третьим по списку включать представителя другой национальности, пятым по списку включать обязательно, учитывать гендерный баланс и так далее. Но не делать этого во время, в самом избирательном законе. Если мы напичкаем наш избирательный закон вот этим квотированием, женщин, национальностями и так далее, то принципы избирательного права, о которых записаны в нашей конституции, они уже не будут теми, которыми мы хотим, всеобщим, равным, прямым. Это будет не демократия, это будет вот какое-то такое распределение каких-то портфелей, распределение мест. Знаете, некоторые представители нашего гражданского социума договариваются уже о том, что у нас этническая дискриминация присутствует. Я категорически с этим не согласен. У нас в этническом отношении, у нас 51% абхазцев всего, по последним данным. А какая этническая дискриминация у нас может существовать в условиях, когда сами абхазцы дискриминируемы в социальных правах? У нас есть вопросы, которые надо решать техническими какими-то навелами в действующее законодательство, в избирательное, в политическое, в закон о политических партиях, об общественных организациях и другие законы, которые в той или иной мере решают эти вопросы. Мы сегодня находимся в таком состоянии, когда какое-то решение мы должны принять, которое в какой-то степени создаст определенное доверие между национальными группами, живущими в абхазии. То есть мы от выборов к следующему выбору одни и те же проблемы, с которыми мы сталкиваемся. За это время мы четко наработали, наработали при том на достаточно высоком уровне, как можно выиграть выборы. В голове ничего нет, но в кармане есть. Или за тобой стоит какая-то сила, которую ты можешь использовать, купить трансформатор, улицу отремонтировать, в лампочке повезти, так далее. То есть это у нас четко отработано, особенно последние 20 лет. И вот мы все здесь сидящие понимаем, что так дальше жить нельзя. Так дальше мы не сможем развивать наше государство, оно будет все разваливаться и разваливаться, как труха. А как вот предстоящие выборы нам провести? По какому принципу провести? Мы когда говорим о политических партиях, я четко себе представляю, что такое политическая партия. Но я представляю, это мощные организации, люди с наивысшей степени интеллекта, люди опытные, за плечами, которые не один год политической жизни. А что наши партии сегодня представляют, и когда они станут нормальными партиями? Вы что думаете, что наши политические партии, они в списке имеют тысячи человек? Конечно, далеко не так. Там едва и два сотни не наберется. А у нас есть закон, где четко регламентировано все это. Вот мы, например, вот сторонники, скажем, вот Конгресса и так далее, эта идея тоже не просто так пришла. Мы все-таки считаем, что более-менее надо отобрать людей подготовленных, образованных, принципиальных, порядочных, которые в парламенте что-то могут сделать. Если бы партии могли бы нам таких людей выдвинуть, да мы готовы этих партий поддержать. Вопросов нет. Но я слышу сегодня, уже партийные списки готовы. Уже многие люди кресла примеряют в парламенте. Но когда я слышу некоторые фамилии, у меня аж прямо дрожь берет. Как такой человек может прийти в парламент? Но он может прийти. Запросто придет. Кто проходит в орган местного самоуправления? Надо начинать оттуда. И вот расти будущих политиков именно оттуда. Надо убирать, давать функции избирательной комиссии районных и городских тоже ЦИКу. Все нужно отдавать ЦИКу. Потому что у ЦИКа есть аппарат, которым этим занимается. К сожалению, и нас тоже не слышали. Мы тоже изнутри хотели какие-то поправки вносить. Ну, все в руках тех, кто имеет право с законодательной инициативой. Многие действующие депутаты хотят попасть в парламент. Ну, где вы видели, что пчелы добровольно отказывались от меда? Что они себе будут создавать конкуренцию? Ну, так будет всегда. Поэтому, Томас Ильич, мы должны планировать следующие выборы. Не мартовские, а вот через 5 лет. Надо планировать на сегодня. Понимаете, сегодня не будет. И тогда тоже через 5 лет или через 5 лет мы подойдем с таким же результатом и так же точно будем обсуждать. Поэтому это вот то, что сегодня предлагается, идея, да? Это же великолепно. Какая-то свежая мысль появилась. Есть много вопросов, которые мы должны решать. Естественно, вы прекрасно понимаете, вот как решается вопрос, где многонациональный и так далее, и так далее государство. Там делается нижний парламент и здесь второй парламент, понимаете? Двухпалатный. Может быть, такой вариант. Ну, так, как мы сегодня идем, так нельзя. В парламенте большинство депутатов избраны от сельских округов. Законодатель Каи принял решение за послевоенный период Абхазии. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, что законодатель утвердил такую бюджетную систему, где выпал и нет, и не обозначен бюджет села. Вот у нас есть республиканский бюджет, есть бюджет районов, а 110 сел Республики Абхазии без бюджета. Это же обнуляет статус местного самоуправления, я имею в виду местного собрания сельского. Второй момент, это, конечно, финансирование. Парламент голосует за бюджет, и мы уже, как вы, Томас Иванович, ну, уже более десятилетиями говорим о том, что мизерные объемы финансирования выделяются на сельское хозяйство. Менее 1% от общих расходов бюджет. Поэтому наша отрасль угасает, там, по данным государственного органа статистики, сегодня работает официально в отрасли 188 человек. Если эту практику избирательную никак не будем менять, то в ближайшее время, возможно, не в том, что возможно, смело можно предполагать, что численность штатных сотрудников Министерства сельского хозяйства будут превышать численность занятых в отрасли. Третий момент, что законодатель как себя ведет по отношению к сельскому хозяйству. Каждый год, каждую сессию, каждое заседание почти, они отрезают кусок, смею предполагать, не самые худшие куски, участков от сельскохозяйственного оборота изымаются путем голосования и передачи из одной категории в другую категорию. Это регулярная функция нашего парламента, можете посмотреть. Такая избирательная система опасна. Предлагаемый нами проект, тоже хочу объяснить, вот почему мы поддерживаем и пришли. Вот на примере того же сельского хозяйства, какую пользу может Конгресс привнести, скажем, в развитии села сельского хозяйства, как мы видим полезность этого института в избирательной системе. Во-первых, численно Конгресс формируется, представители каждого села, два делегата, то есть их уже будет там большинство. Второй момент, Конгресс, когда проголосует за критерии, каким должен соответствовать будущий депутат, проведет отбор и будет поддерживать, скажем, своих делегатов, они подпишут такое соглашение, что они обязаны, если будут избраны, соблюдать, то есть выполнять программные задачи по возрождению села и развитию сельского хозяйства. А Конгресс будет постоянной площадкой, где они обязаны отчитываться, и при этом не нарушается никакое законодательство. С этой позицией, не вдаваясь в подробности, национальные подходы, общины, территориальные, только на примере сельского хозяйства, как опасна наша избирательная система и как вписывается наш Конгресс в улучшение этого вопроса. Когда мы говорим о развитии или о движении вперед, замечательно, что здесь появилась какая-то концепция, о которой, правда, спорит очень узкий круг людей, потому что никто, по большому счету, я так понимаю, из людей, да, заинтересованных с ней не знаком, но из тех, кто познакомился, спорят относительно каких-то идей. Вы знаете, относительно вот этой партийной пресловутой деятельности, с технической точки зрения, это, конечно, можно только приветствовать, то есть появление вот этой смешанной системы, я не знаю, как она будет там сформирована, мажоритарная, партийная и так далее, но что мы, обыватели, хотим видеть от партии, и почему мы вот в этом споре, есть у нас партия или нет у нас партии, вообще не принимаем. С точки зрения партийной жизни в нашей стране, вот какое-то явиенитство наблюдается, то есть бедность идей. Если вы мне сейчас попытаетесь объяснить, наверное, и объясните, чем одна партия относительно своих идей отличается от другой, это будет замечательно, но мы, обыватели, никакой разницы не видим. Мы даже в лозунгах не видим никакой разницы, потому что это манифестационная часть пропаганды, справедливость, мир, дружба, богатство и так далее. Но это все замечательно, конечно, это все хорошо, но должна быть какая-то концепция, должна быть хоть что-то, какие-то связанные друг с другом, хотя бы два предложения, не просто набор фраз. Вот с наборами фраз идти, наверное, легче на выборы, но связно объяснить какую-то концепцию, но вот этим не грешит сегодня в Абхазии ни одна политическая партия. Получается, может быть, такой замкнут круг, потому что представитель власти, он говорил о том, что партии, они не заинтересованы идти во власть, поскольку их не допускают к власти, а зачем тогда, наверное, создавать какие-то концепции, программы, если ты все равно в ней участвовать не будешь. Ну, может быть, технически этот замкнутый круг можно как-то преодолеть, скорее всего. Что касается партии, на самом деле, можно, конечно, тоже что-то, не знаю, как сказать правильно, позволить, допустить, чтобы это тоже вот как в виде изменения, чтобы партии тоже участвовали, имели свои места, и вот эту наболевшую тему квадирования это тоже снимет на самом деле. Тут я согласен с Томасом Ивановичем, чтобы партии внесли, да, там, вот какие-то национальности. У нас, как было, была негласная договоренность, да, трое, там, армяне, русские и прочее, но эта договоренность почему-то отходит. Ввиду того, что армянское население, ну, вот где эти есть округа армянские, ну, там, густо населено армянами, оно пока проходит, как бы, но любой влиятельный Абхаз туда выставится, он может там пройти, как бы, это тоже вот рушится, это однозначно вам скажу. Что касается... Это достаточно хрупко. Да, это очень хрупко на самом деле. За это вот, вот это изменение и как-то укрепили бы это, и не внося это в закон, как сказал Томас Иванович. Все прекрасно понимают, что нет такой идеальной системы, которая отвечала бы всем требованиям, о которых сегодня говорилось. Представьте себе на минуту, что какая-то концепция, о которой вы говорите, все, значит, в общем, уже она внедрена. На следующий день, безусловно, возникнут новые голоса, которые будут, так сказать, ратовать за внесение изменений в эту систему. Это всегда так. Это движение, это нормально, это все. Это вовсе не означает, что я за то, чтобы вот все оставалось так, как есть, ничего не двигалось бы. Но я просто хотел бы, так сказать, вот для, не знаю, для справедливости, что ради справедливости сказать, спросить, например, а что мы сделали для того, чтобы вот та система, которая существует у нас, то законодательство, оно выполнялось бы в полной мере. Чего мы хотим от этой системы, от любой системы, в конце концов? Чтобы попали нормальные люди в тот или другой орган. Скажите мне, пожалуйста, а эта система, что действующая, она что предусматривает, чтобы туда бандиты шли, наркоманы, пьяницы или что такое? Ничего этого. Томазий Иванович говорил правильно. Может быть, где-то нужны какие-то поправки. Может быть. Может быть, так сказать, сделать так, чтобы вот эта инициатива людей, она как-то лучше проявлялась, больше бы воспринималась. Но мне кажется, самое главное здесь освободить вот этого человека, о воспитании которого все мы сегодня говорили, и я считаю, что это не совсем верно, потому что, да, в советское время занимались воспитанием трудящихся в коллективах и везде. Воспитание, так сказать, сегодня воспринимается как послушание закону, как выполнение законов в семье. Вот это и есть воспитанное общество, воспитанные люди, которые вот самими созданы, соблюдают правила, которые создали сами. Эти законы. И существующая избирательная система, еще раз хочу сказать, подтвердить, что она вот демократична, она, так сказать, позволяет все. Да, требуются какие-то изменения, требуется что-то. Первое – освободить вот этого избирателя от давления извне, от давления, от давления групп, людей, от тех, кто, значит, подкупает, от тех, кто... Мы, знаете, вот все эти выборы, прошедшие после войны, мы делали все для того, чтобы приучить людей к тому, чтобы они вот хотя бы в период избирательной кампании извлекли какую-то выгоду для себя. Главная задача, мне кажется, ну, Конгресс, ведь для чего он создается, для чего, так сказать, идея эта родилась? От безысходности, от того, что ни это не сработало, ни другое, ни третье, ни крики, ни вопли, ничего. Все продолжается. Может быть, Конгресс, то есть группа динамичных, никого большая, вот как они думают, значит, будут там каким-то образом способствовать тому, чтобы в законодательный орган страны приходили люди, не преследуя какие-то личные, частные, групповые какие-то интересы, а люди государственно мыслящие. Конгресс не будет брать на себя роль, например, ну, то, что вот я слышу о том, что депутаты придут, потом будут отчитываться, ничего, они не придут отчитываться, это Конгресс никакой не государственный орган, это общественная организация, которая наравне с вот этими инициативными группами будет выдвигать другого, я в закон не вписать, я не могу никак, так сказать, Конгресс, он пишется только через инициативные группы, которые будут выдвигать Иванова, Петрова, Сидорова. Вот другое дело, как они за них будут, значит, агитировать. Вы же сами говорите, что некоторые партии уже составили список будущих депутатов, кандидатов в депутаты, вернее. Вы же видите, что как идею создания, значит, Конгресса, Конгресса, я слушал внимательно, некоторые партии, так сказать, вообще отвергают, они говорят, ну это не нужно, зачем это, у нас есть избирательная система, у нас есть так, все, все. Находясь у власти, эти люди, так сказать, хотят использовать эту систему, существующую для того, чтобы своих людей провести, это естественно, это всегда будет так. Поэтому, какая бы система ни была, вы освободитесь от административного, вот этого ресурса, применения его, никогда никто не сможет. Это иллюзии, вот о которых говорил, значит, Олег Днестрович, вот это главная иллюзия, то, что человеческий фактор со всеми присущими ему плюсами и минусами никуда не деть. Он есть, будет. Другое дело, как его минимизировать. Вы думаете, наши крестьяне, где большинство избирательских депутатов, такие глупые, они не знают, кого можно избрать, кого? Это же крестьяне раньше, так сказать, абхазы, когда нужно было кого-то поставить над собой, они, так сказать, не давали слова этим всем, кто хотел, добивался этого, а приходили и говорили человеку, вот ты, мы тебя просим, мы тебя знаем. Да, ты нам нужен, вот поруководи нами там или что. Ну, тут еще сопротивлялся, потому что ответственность большая и прочая. А сейчас какая ответственность? Никакой ответственности, никакой, абсолютно. Если был там в советское время императивный мандат, депутат отчитывался, отзыв был и прочее, одно дело. Другое дело, значит, сейчас, когда ничего этого нет и невозможно ввести, поскольку нет наказа в избирателей, нет, депутат, так сказать, не обременен какими-то обязательствами в отношении насилия, не обременен он. Вот я слышу очень правильные речи и правильные слова. С Томасом Ивановичем я согласен, конечно, в том, что смешанная система, она может быть, значит, будет отражать каким-то образом, так сказать, вот наши интересы, то, что мы хотим. Может быть, к какой-то степени она улучшит что-то. Особых надежд я не возлагаю, но во всяком случае, ну, в нас, вот согласен с теми, кто говорит о том, что у нас партийной системы, партий, как таковых, настоящих нет. Это формальность. Система налаженная, система подкупа, система, значит, давления, она работает. Она работает и работает. Вот в этом плане вот сюда нужно направить свои усилия. То, что касается квот, я противник этих квот, поскольку, поскольку, так сказать, они, я согласен с юристами, что они входят в противоречие со многими демократическими принципами, в конце концов. и там, где это применяется в каких-то странах, у нас тоже ограничения, но у нас в Конституции записано, что президентом может быть только абхазец. Конечно, вот эти вот изменения, они нужны внимательно, нужно смотреть это законодательство. Я, знаете, единственное, вот эта книжка, единственная, которую я видел, это попытка что-то, значит, письменно сделать. Устно, я извиняюсь, устно у нас все профессора. Если есть у кого-то предложение, они должны быть изложены на бумаге, и они должны быть внесены в соответствующем образом туда-куда. А недоступности там и прочее, это все пустые разговоры. Конечно, я был бы счастлив, например, как и вы все, если бы сегодня мы обсуждали конкретный проект законодательства по конкретному вопросу. Но мы же этого не делаем. Мы делаем о том, говорим о том, что должно быть, как должно быть. Вопрос, что должно быть и как должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok